Батальон «Айдар» был создан из майдановцев, которые были на Майдане в 2013-2014 годах. Значит, батальон «Айдар» должен был создаваться из луганского населения. Так как не было набрано из Луганска, только набрали взвод, командир батальона Мельничук Сергей Петрович приехал на Майдан, так как он является майдановцем, и дал клич, что тогда, как батальона «Айдар» не было, а был набор в военную часть 06-24. Так она и осталась, военная часть 06-24, и 80% батальона «Айдар» из майдановцев. Батальон «Айдар» был создан в Сватовском лесу в апреле месяце. Сначала было создано, как говорится, не хватало офицеров, и, будем так говорить, офицеров замещали сержанты, бывшие сержанты воинской службы, которые служили еще при Советском Союзе. Я исполнял тогда, на тот период, начальника штаба на общественных началах и, как говорится, заместителя командира батальона. Значит, 9 мая мы вышли из леса, нас было 250 человек, и поселились мы в село Половинкана Старобельского района, на мясокомбинате бывшего регионала, но он вышел ландиком, это предприятие было. Но он дал нам добро, что мы там поселились, так как он с партией регионов не имел ничего общего, и, ну, как говорится, не поддержал тот путь, который она тогда провозглашала. И, как говорится, он дал нам эту территорию. Вот так, первый бой был в Новоайдаре, где течет река Айдар. И у нас был первый бой удачно, будем говорить, разрабатывал эту операцию под моим руководством. Взяли первых 13 военнопленных и сдали их в СБУ в городе Харьков. Второй был бой, это город Счастье. Мы освобождали от кадыровцев. Я говорю кадыровцам, потому что у меня есть друзья чеченцы, они просто говорят, не называйте чеченцы, потому что это кадыровцы, потому что они запроданцы Путина. И, как говорится, мы освободили город Счастье. У нас было только 4 раненых, ни одного погибшего, и мирного жителя, ни одного погибшего. Это мы взяли город Счастье. Правда, это было еще 2 недели разведки. Сам лично ходил в разведку. У него такое состояние, они каждый день так были. В принципе. И тогда была удачная операция. Но меня ранило педметалистом, и на месяц я попал в госпиталь, у меня ранение было, пока заштопали, перештопали меня. То вернулся через месяц опять в Вайдар. То есть, хотя меня хотели списать, как афганцам. Ну, я просто вместо реабилитации поехал опять в Вайдар. Вот так каратели, не знаю, почему говорят каратели, ситуация в том, что очень много на нас, будем говорить, может, я и понимаю, потому что мы освобождали 12 городов в Луганске. Я могу вам наизусть назвать, потому что это, как говорится, первое было Счастье. Потом была Геория Уколотугина, Виргунка, Красный Яр, Хрящеват, Новосветловка, Рубежно, Северодонецк. Понятно, да? Там, где мы освобождали эти места. Еще удачные операции со службой СБУ, где мы в Северодонецке ликвидировали группу российских диверсантов-грушников. Вот тогда было, мы помогали. Вообще-то я хочу сказать, что грушники хорошо подготовлены. Их было 12 человек, а нас было 50, они нас сдерживали, сдерживали, и нас двое погибших, вот, а в них трое. Потом уже СБУ их по лесах выловили через два дня, ну, остальных. Но вообще-то 12 человек сдерживало 50, это очень серьезно подготовленные ребята. То есть ситуация в том, что они хотели в Северодонецке взорвать завод по производству удобрений. Да, да. Хотели взорвать, а мы, ну, вместе с СБУ, СБУ пронюхало, а потому что у них было очень мало сил, и очень мало сил, они нас попросили, и, в принципе, я тогда отродил 50 человек, ну, вместе с ними ушли на операцию тоже. Почему батя у меня зовут, сразу скажу, потому что я до каждого солдата относюсь и стараюсь отнестись как до своего ребенка, именно дорожу их жизнью, и стараюсь, чтобы у меня было поменьше потерь там, где я составляю боевые операции. Ну, вообще-то, там, где составлял командир батальона Мельничук, там очень много потерь. Сразу говорю, очень много потерь. Я стараюсь вместе с ребятами идти в бой, Мельничук ездить сзади на джипе. Это бывший командир батальона Эддар. Когда начинается стрелка, он убегает на джипе, ну, вот такие ситуации. Ну, зараз он стал народным депутатом. Хвала, я жду нормальную, я думаю, что нам призначит нового боевого командира, потому что у Мельничука, так как он был на Майдане, он был капитаном, а потом ему сразу дали подполковника, минуя майора. Ну, а так как он не тактик, а просто капитан космической связи, то есть такие ситуации потери батальона. И почему батальон начал разменяться, потому что Мельничук увидел, то есть увидел в батальоне смысл заработка, где можно отжимать машины дорогие, их продавать, где можно на войне наживаться, кому война, кому мать родная. потому что я вышел, что есть батальон Айдар воюющий, а есть батальон Айдар, который бизнесует. так и в Киеве пошло, пока мы воюем, под командой, не знаю, чьи я не буду утверждать, 60 человек отжимает в Ровенской области Бурстын, это добыча янтаря, три копальни. Отжали в Миргороде при помощи, знаю, граба Сергея, бойца Айдара, который принял Мельничук, который нигде в боях не был. Отжали в Миргороде воду, минеральных вод, в Львове, нафтусе, минеральных вод. Не знаю, где стройку, в Киеве стройку. И в Житомире две копальни Бурстына. Плюс есть такой фонд Небесные Сузиры, как же по-русски, Небесные Сузиры Айдар. Созвездия. Созвездия Айдар, которые заставляют всех, когда я создал Мельничук, которые заставляют всех волонтеров работать на этот фонд. и грабят волонтеров. Вот почему-то такой резонанс. Так что не путайте Айдар воюющий и уже Айдар есть. Какая-то группа людей, я не буду говорить, что это все люди, а я думаю, это человек 60-80, который под свое крыло уже создал будущий народный депутат Украины, Мельничук Сергей Петрович от партии Ляшка. Ляшка. Вы знаете, что бизнес покрывается Левочкиным, курируется Левочкиным, потому что Ляшко – это проект Левочкина. И комбат, я думаю, что уже обходит Ляшка и находит прямой, прямо, прямой интерес с Левочкиным, что очень, наверное, сердит Ляшка. Вот такие ситуации у нас в Айдаре. А почему карательные? Потому что я не знаю, в принципе, там, где мы освобождали города, мы сразу тогда направляли машины с продуктами в тот город. Мы делились своим и в принципе это нас прозвала страна Россия, что мы карательные батарея на Айдар. Мы вывозили из этих городов, не запомнилось последнее, Хрящеватая, Новосветловка, беженцев, а те, которые не уехали, Россия просто их расстреляла со стороны России градами. Ну, и пожилых кварталах. Они говорили, что мы вот тут поддерживаем ЛНР и по нам Россия не будет. Да, когда мы вошли в Хрящева, там 90% поддерживало ЛНР, ну, местное население. У Новосветловки 80%, потому что мы там встречали людей, которые были за Украину. И, в принципе, они говорили так, что мы поддерживаем, ну, они там сделали базу, очень мощную базу сепаратистов, что в Новосветловке, что Хрящевато. Ну, все было доказано, Россия полностью со стороны, со своей стороны каждый день обстрелила по 3 раза на день градами, только грады заканчиваются обстрелы, начинаются танки, только танки заканчиваются, начинают минометы. Минометы стреляли со стороны сепаратистов, это со стороны Луганска. Ну, танки Они стреляли со стороны Луганска, а Грады стреляли со стороны России. Ну, именно с российской стороны. То есть они стреляли из-за границы или они выезжали в границы? Нет, они стреляли из своей территории. Как выглядит структура батальона? Начинают командиры и... Есть командир батальона, есть начальник штаба, есть заместители. Потом идут командиры рот, командиры отделений. Также есть... Мы относимся до Сбройных сил Украины. То есть вся составная, которая выстроена, это как в Сбройных, как говорится, вооруженных силах Украины. Понятно? То есть мы не под МВС, мы сначала бы формировались под вооруженными силами Украины. Анна, на гражданке вы кто по профессии? Учитель. Учитель чего? Учитель начальной военной подготовки и физкультуры. И у меня есть военно-патриотический клуб, который я вел 26 лет и воспитал 5000 ребят. Кто находится над командованием батальона, если вы входите, так сказать, в состав своей вооруженной силы? Кто команды? Сбройные силы Украины, это за раз полтора. Но это гениальный штаб Украины, это Муженко. Вы поняли, да? То есть гениальный штаб войск Украины. Вопрос. Может вы что-то знаете по поводу заложников, которых брали сепаратисты? Знаю. Дело в том, что за раз нас в плену, я не знаю, или не знаю, как командир батальона, но я знаю, за раз находится 10 человек. А после Иловайска находится еще 500. 700 вчера по именному назвал. Ну, я 700 Иловайск. Всего? Нет. Я скажу, именно операция Иловайск взяла 500. А вообще-то по всему-то 800. Ну, всего. Во-то 800. Но, в принципе, идет, например, если человек упал в плен, нет центра, где все про него собирается. То есть нужно создать, если идет АТО, то должен быть центр, куда стекается вся информация от батальонов, если человек упал в плен. То есть, за раз сами батальоны, сами по себе стараются как-то выплататься и выменять именно своих ребят. Или даже чужих. Вот, например, наш батальон взял в плен ребят, но мы не своих выменили, мы их не нашли. А выменили там с 22 батальона ребят. Там 13 человек. Ну, вот такая ситуация. В общем, всего около 800 человек у них. 800 человек. 800 человек у них. Так. Я думаю, что без использования Батальона, Батальона, операции Новороссия от Путина была большая большая шанс. Я думаю, что без помощи добровольческих батальонов операции, так сказать, Новороссия или Новороссия, она бы имела намного больший успех. Есть одно питание. Есть просто вопрос, что эти батальоны, которые созданы добровольческие, они просто пропитаны духом патриотизма. Не так, как пропитана украинская армия. Потому что те, кто взрослужит в украинской армии, мы в то время, когда Украина отсоединялась, мы упустили патриотическое воспитание молодежи. Потому что был переход от Советского Союза до Украины, и у нас вышла яма. И теперь, когда, например, я иду умирать за свою Украину, за своих детей, за своих стареньких родителей, то я знаю, за что умирает. А эти ребята, которые бросали танки, когда началось массовое наступление войск России, они бросали танки, то мы под дулом автоматов их загоняли обратно в танки. Просто если бы нам командование не боялось дать тяжелое оружие, у добровольческих батальонов было меньше потерь. Потому что наша армия нас покидала, а мы вручную останавливали танки противников. Скажите, а вот в России, по большей части, стоит острый вопрос присутствует ли там российский контингент здесь сейчас, в зоне, ну или нет? Ну, регулярные части. Так точно, смотрите, есть город Счастье, я только что оттуда приехал, и там начался обстрел. У нас зараз заелась беда, есть такая грушная, ну не беда, как говорится, они на нас злые, потому что под Красным Яром мы расстреляли 30 человек, ну как, в боевых действиях, грушников, да, гюрза. Гюрза, подразделение... Гюрза, именно подразделение, которое было, у них эмблема летучая мышь, понятно? 30 человек мы улыбли, и когда, ну мы не только че, мы и кадыровцы, мы и донских казаков, тогда под Красным Яром, ну-ка ночью, приехали их ребята и погрузили только ихних, а те лишь гали дальше. Ну, вопрос мой был немножко о другом. Вы фиксируете как-то вообще, в принципе, факт присутствия и опубликовываете ли где-то эту информацию? Есть под городом Счастья, когда мы отступали, мы отступили на Териза, сейчас под городом Счастья стоят сто... Скажите, пожалуйста, где сепаратисты берут танки, уже в количестве стоят штук? Сколько сейчас под Счастьем стоят? В количестве стоят штук? А, это там, я знаю. Коробочек. Т-72, она где-то купляется или да? Зараз граница открытая на протяжении 100 километров, мы ее не контролируем. Каждый раз завозятся караваны, то вот такое-то... Ну, вообще-то заводится, все время передаем, есть разведчики у нас, что заводятся боеприпасы, заводятся малые ракетные установки. Именно до них тоже идут составляющие части, до танков, которые там тоже идут. И, в принципе, на территории Зараз Счастья находится, есть такой подраздел «Витязь». Вот он, Зараз, возле Счастья. Дальше возле Счастья находилась Рязанско-Дистанская дивизия. То есть, это же не Счастья находилась Рязанско-Дистанская дивизия. Вот мы находимся в Германии и со всей симпатией поддерживаем, так сказать, Украину. Но там в новостях все время мелькает упоминание об ОБСЕ. Вот ваше мнение, что они вообще делают, делают ли они вообще что-то... Ну, последний раз, как я познакомился с ОБСЕ, то они возили в своих машинах русских, как говорится, диверсантов. И они обозначали, где наши огневые точки. Мы эту машину остановили. Мои, ребят, ну, будем аж... Айдаровцы остановили и выявили этих таких. Вообще-то, ОБСЕ, я не понимаю, какую функцию, она просто фиксирует. С какой стороны идет обстрел. Все. Больше я не вижу помощи ОБСЕ. Чисто фиксация. Пинг-понг. Кто выполняет минские договорности? А то, что мы выполняли минские договорности, мы потеряли 100 человек. Ну, полностью по отцу. Мы выполняем, они же не выполняют. Ну, а то, что ОБСЕ фиксирует, кто откуда стреляет, нам не легче. А вообще-то, зараз идут... Я же говорю, вот мы уехали, зараз нам не только что звонили, сказали, 10 ракет выпустили под ТЭЦ. Счастье. То есть, не могу понять, на что они это делают, потому что они, если выпускают под ТЭЦ, ну да, у нас в части тоже нету света, ну и в них тоже, в Луганске. Это уже не первые попытки, чтобы... Ну, они вообще-то выпустили зараз по дальнему посту, где мы стоим. Мы, именно Айдар зараз охраняет ТЭЦ. ТЭЦ и мост. Они знают, что ТЭЦ заминировал, а и мост тоже. И наши ребята, если что, все зарвут. То есть, это не украинская армия, которая побежит. Я не обижаю украинскую армию. Я обижаю отдельные части. Есть ребята-десантники, которые стоят насмерть. А есть ребята, которые сказали, я вылавлю по полях, у меня трое детей, у меня жена, сам садись и воюй. И бежит. Это такое было. Ну, а есть ребята, которые понимают. Просто ситуация в том, еще было, когда мы брали в плен российские военнопленных, то они говорили, что им говорили со стороны России, что они едят на учение. Я вам не обману, это так было. Ребята просто попадали и не поняли, куда. Но есть и наемники, которые хорошо обучены с российской стороны. Это называется джетермяйной удачей. Очень хорошо платят, они о чем не пострелять. Я тоже не мог понять, всегда, у меня очень много друзей, которые я служил в Амганистане, с ними. Есть люди с Амганистана адекватные, а есть уже я потерял этих друзей. Они говорят, что у нас здесь фунта, что мы здесь зомбированы. Это очень тяжело. Просто говорить так, все понятно. Но почему ты приходишь в мой дом и начинаешь указывать, как мне месть пол? То есть я думаю, что в каждой стране должен быть свой президент, свое правительство, которое не нравится, народ пересберет. Вся проблема в том, что в 1994 году эта область, Луганская и Донецкая, была отдана на разграбление олигархам. Это Ахметов, это Ефремов. Вопрос по поводу отношения тех, кого вы выменивали. То есть своих, как к ним относились ДНРовцы? Ну, в последний раз мы выменили своих двух пленных. В одного была отрезана ухо, отрезаны кадыровцы. А во второго, когда попали до нас, мы отрезали ногу, потому что они перебили кость и пошла горьена. А вывезли, ну, то есть ампутации уже? Уже в нашей больнице. Если бы мы не спасли, а ухо отрезали это кадыровцы, они любили. Ситуация в том, что до некоторых военнопленных относились нормально. То есть в разных регионах. По-разному. По-разному, понимаете? Когда в этой последней потере были на 32-м посту, когда у наших людей есть такая итальянец Саша, почему итальянец? Потому что, ну, это позовной итальянец. У него уже были прострелены ноги, и он до конца уже отбивался. Но уже он был раненый в ноги, потом в туловище. Ну, когда еще сознание было, уже ее добивали рукояткой пистолета, разомножили всю голову. И это российский грушник. То есть рукояткой пистолета добил его. Когда мы ее хранили, то просто хранили в секретном. Но он до последнего отбивался. Да, они попали в засаду. Это на 32-м посту, когда они шли на помощь 32-му посту. Когда, помните, что сепаратисты сделали калидор. Ну, вышли. Помните? Тогда появились наши 8 айдаровцев. Ну, добили их, уже пленами добивали там. А с вашей стороны, если смотреть, как относятся... С нашей стороны мы даже вводим их в душ раз в неделю. Кормим и отдаем, потому что я знаю, что я их выменяю. Вы понимаете, в чем смысл? Хотя бы не... Пользу принесли. Пользу принесли. Да, вот. Ситуация в том, что нет толку от них бить. Я с ними общаюсь, у них мозги на бекре. Они уверены, они усилили, что у нас хунта, мы фашисты. Это трудно с ним общаться. То есть они суперудреждены. Да, а вот был Тамерлан, мы на него выменили, это атаман казаков сербский, потому что его, будем говорить, главный атаман послал, хотел узнать, что там делается на Украине или так, как им вещают российские СМИ. То есть он приехал и попал в плен. Но он был мужчина, он очень себя толерантно вел, и я с ним толерантно разговаривали, они, будем говорить, он хочет после войны со мной встретиться. За ним стояло войско, как он говорил, 50 тысяч голов. Как вы общаетесь с местным населением, батальон Айдары, в частности, как они на вас реагируют? Сначала, когда мы заходили в город Половинкино, ой, в село, ну, Старобельск, Старобельское район, а есть село Половинкино, люди были недовольны. Приходили протесты, которые были, приходили те люди, которые ставили на учреждениях правительства флаги другой России, и эти люди собирались и приходили. Ну, после начала военных действий, сейчас люди просто просят, чтобы мы не уходили. То есть они понимают, как живет зараз города Луганской, будем говорить, где возле Луганска, и в Старобельске зараз спокойствие. В Старобельске там есть ситуация, понимаете, я не хочу сказать, что мы такие, есть ситуация с водкой, есть ситуация, но это по одиночным случаям. То есть ситуация, что солдат опевается, и происходят какие-то казусы и с местным населением. Ну, а вообще-то зараз народ понял, что когда мы там стоим, то у них нету военных действий. В Луганске, вы знаете, зараз проблема с продуктами и питанием, в Луганске зараз проблема с выплатами, в Луганске совсем. И в Луганске луганчане уже начинают просыпаться. А в Старобельске все есть. Русские батальюни есть. Немного, но где-то человек 10. Именно с России. Их Путин уже лишил гражданством. То есть есть россияне есть у нас. Чеченцы есть. Спрашивают, а правый сектор, есть ли у вас люди с правого сектора в Айдаре? В Айдаре с правого сектора... И как вы с ним, если взаимодействуете? Значит, людей с правого сектора у нас нету. У нас есть люди с УНСО. Есть люди с УНСО, а с правого сектора нету. Правый сектор сам по себе. А есть люди, которые поддерживают эти диалоги у УНСО. Есть ли какие-то разногласия между теми, кто с УНСО и с Айдарем? Нет, разногласий нету, потому что они были вместе на Майдане. Мы отставили общую идею. И зараз оставим еще идею освобождения Украины и целостность Украины. Что мы не хотим никакие парады на Москве, а оставьте нас и оставьте наши границы. И все. И мы хотим из страны России возведнуть такую стенку, которая будет вообще неприступной. То есть это есть идея. Это очень будет плохо. Это, наверное, 5-7 поколений. Пока опять Россия станет. У Путина просто ошибка произошла, его идеологи говорили, что здесь половина за Россию. Он ошибся. Но поддержки у меня оказываются такой, как... Нету. Первая ошибка была нашего правительства революционного в Крыму. Мне бы хотя бы стать на месяц, и все бы их там расстреляли. Как это Путин отказывается от того, что это не его люди, то надо стрелять. Значит, это террористы с вооружением. А наши просто очень мягко это сделали. Это очень плохо. И есть такая ситуация. Есть такая ситуация. Мне так кажется, что хороший рассыгрывается спектакль. Сначала отдали Крым, а потом хочет отдать Луганск и Донинскую область. Спасибо вам огромное.